я росла в уникальной семье где вместе жили родители дети бабушка и дед причем все обожали друг друга и вовсе не стремились разъехаться и отделиться когда я родилась деду профессору медицины было за 70 с младенчества помню его длинную худую фигуру за столом в кабинете куда мне запрещали входить по утрам дедушка работает с возрастом я с удивлением узнала что дед родился за 27 лет до революции как это он что видел царя спрашивала я будучи младшей школьницы это ж так давно прошлом веке да он родился в 1890 году еще в российской империи окончил московский университет начал заниматься науком он прожил длинную и интересную жизнь на фронте в сорок втором встретил бабушку после войны они поженились и родили моего отца бабушку я почти не помню она умерла когда мне было шесть лет а вот дед стал важным человеком в моей жизни я обожала его любила рассказы о дореволюционной москве любила вместе с ним рассматривать фотоальбом где он хранил снимки из той удивительной совсем другой жизни дамы в красивых шляпках усатые мужчины мундирах чаепитие на веранде бывшей дачи мне нравились его голос и повадки его надушенные платки и манера шутить едва приподнимая уголки губ он был тем кого наверное назвали бы джентльмен если бы в ссср этот термин имел хождение фотографий в его кабинете было много это все напоминало сказку или кино и я не могла понять как вот этот вихраст и молодой щеголеватый доктор может быть моим старым дедушкой самым любимым снимком его кабинете был у меня один юная девушка в невообразимо прекрасном бальном платье затейливой прической и с букетиком ландышей в руках застенчиво улыбалась почти одними глазами невероятная красавица в пять лет я спрашивала это принцесса а в 10 это моя бабушка и в обоих случаях получала один ответ нет от дальнейших объяснений дед уходил но когда мне было 15 лет он все же снизошел и сказал это моя кузина она была моей невестой я очень любил но не сложилось мне оставалось только гадать как эта красивая кузина была его невестой а где же была бабушка с годами я узнала что бабушки в то время еще вовсе не было на свете она родилась в 1920 году а поженились они в сорок шестом дед уже разменял пятый десяток прожили счастливо почти 30 лет вырастили сын моего отца и бабушка несмотря на то что была моложе мужа на 30 лет ушла первой в семьдесят втором инфаркт одет пережили ее на 10 лет умер когда ему было за 90 долгая интересная жизнь на память о нем когда я уезжала из родительского гнезда в съемную квартиру увы наше поколение уже хотела жить отдельно и свободно я взяла ту самую фотографию красавицу с ландышами в руках я обожала этот снимок это был кусочек моего счастливого детства и это была тайна я ведь так и не знала что это за девушка как получилось что из невесты она не стала женой почему и как сложилась жизнь этой дамы наверное мне не суждено этого узнать думала я однажды я пригласила в гости человека который очень не нравился он был довольно известным джазовым музыкантом мы встречались уже полгода и я считала его почти женихом увидев у меня на столе обрамленную визящный багет фотографию дедовой кузины он остолбинил кто это откуда у тебя эта фотография это да собственно никто дама из прошлого моего деда я даже не знаю как ее зовут удивительно да какой-то исчезнувший тип красоты правда ее зовут софи вообще-то софья владимировна откуда ты знаешь я была поражена это моя прабабушка он смотрел на меня насмешливо у меня дома такой же снимок он сделан в 1912 ей тогда только исполнилось 17 лет и она обручилась в туле да да с моим дедом догадалась я только потом они расстались да а я думал ее жених погиб гражданскую такая в семье была версия кажется она очень любила его он был белым офицером а вышла она потом за красного генерала так она шутил вот это да надо же какие кульбиты выделывает судьба я влюблена в человека который является правнуком самой большой любви моего деда женщины которую он любил всю жизнь и видимо ведь именно ее фото было в его руке когда он умирал и наверное неспроста нас с александром свела чья-то руках может для того чтобы их любовь не канула в лету чтобы имела продолжение мы поженились с сашей 2001 родилась наша дочь настя и поверите у нее одно лицо с ее прабабушкой она вылитая девушка с ландышем